Порция очередного бреда от Маргариты Бобронян. О зависти она рассказывает, потому что в России живется лучше. И о том, что русских не купить лондонами и нью-йорками. Нас не зацепишь вот этой вот завистью такой, что ли, которую они цепляли вот нас с тобой, юных, молодых, в детстве. У нас лучше. Более того, у нас нет всего этого безумия их, да, их новой религии. У нас люди живут нормально. В сумме участники рейтинга от Форбс 100 богатейших госслужащих и депутатов заработали почти 76 миллиардов рублей. А это на более чем 10 миллиардов больше, чем годом ранее. Суммарные доходы первой десятки рейтинга достигли 43 миллиардов 700 миллионов рублей. И, как следует из данных федерального казначейства, оказались больше годового бюджета 13 регионов РФ с населением почти 6 миллионов человек. Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семьи с детьми. В целом, наша задача существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан. Самым богатым из участников рейтинга Форбс в прошлом году оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области и президент Юж-Урал-Золото Константин Струков. Согласно декларации, доход его семьи составил более 8 миллиардов 600 миллионов рублей и по сравнению с предыдущим годом вырос на 68% или 3,5 миллиарда рублей. На втором месте остался депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом, превышающим 7 миллиардов 700 миллионов рублей, 2 миллиарда 700 миллионов из которых заработала его супруга. Евтушок также смог заметно разбогатеть за год. Доходы его семьи выросли на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Лидер прошлогоднего рейтинга депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов откатился на третье место, хотя и увеличил доход с 6 миллиардов 200 миллионов до 6 миллиардов 300 миллионов рублей. То есть, объективно, у нас лучше не купить этими лондонами, нью-йорками нашу немолодежь. Спросите у Маргариты, с какой стати у более чем половины чиновников и депутатов РФ дети осели за границей? Мы не потерпим существование анти-России у наших границ. Дурачок Соловьев пытается гипнотизировать канцлера Германии Олафа Шольца. Мы вас никогда не простим. И мы вам никогда не забудем. И видим мы вас насквозь. Ты меня понял, Шольц? Вы не готовите удар. Удар просто сам влюблен. Четвертое место рейтинга Форбс занял депутат Магаданской областной думы Александр Басанский с доходом 4 миллиарда 300 миллионов рублей. За ним следует член Совета Федерации Валерий Пономарев, заработавший 4 миллиарда 200 миллионов. Вторую половину топ-десятки открывает коллега Пономарева по Совету Федерации Александр Некрасов с доходом 2 миллиарда 800 миллионов. Далее следует депутат Госдумы Григорий Аникеев 2,7 миллиарда рублей и член Совета Федерации Игорь Зубарев 2 миллиарда 400 миллионов. Замыкают десятку два депутата Белгородской думы Владимир Зотов, председатель Совета директоров ГК Агро Белогорье и Сергей Гусев. Они заработали по данным Форбс 2,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно. Среди названных депутатов мелкие сошки. Что уж говорить о чиновниках уровня Володина, Нарышкина, Матвиенко и им подобных. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили. Каждый из вас прекрасно понимает, что наше государство, наше военное руководство заботятся о защите суверенных границ Российской Федерации в воздушном пространстве. Штаб флота опять нанесли удар. Наша ПВО лучше в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Все зенитно-ракетные части, которые находятся на территории республики Крым, перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 Триумф, которая, ее даже с трехсоткой, ну, по сути, не стоит сравнивать, потому что это совершенно другие зенитно-ракетные системы. Вы поддерживаете спецоперацию на Украине? Да, я поддерживаю. Почему? Потому что надоело. Ну, что это такое? Все лезут и лезут, и лезут и лезут на нас надо. Так вроде мы сами к ним пришли. Да, пришли. Это они хотели. А что вы мне вытеваете? Это они хотели на нас, быстренько всех американцев, приехать к нам всячески и самолетами, и кораблями, и поставить там лаборатории, которые нам нужны, да? И кроме лабораторий там всякие базы, они нам нужны. А 24-го они хотели на нас, а 26-го они хотели и Крым, и Донбасс, и Луганск, все забрать. Ну да, да, еще и на Беларусь заодно. Собирались напасть. Лукашенко уже показывал на карте. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Тем временем на Украине. Украину. Украине. Киев. Украине. Украине. Украина. США. Украина. Украина. Таким образом можно отвлекать население от реальных проблем. Что касается визита главы Пентагона на Украину, это не обычный рядовой визит. Это инспекция, проверка готовности украинской армии к войне с Россией и как минимум готовность к операции по захвату Донбасса. Американцы готовят Украину к войне с нашей страной. Российских войск на Украине нет. Ну, у нас, знаете, устраивает то, что спокойно в стране. Хотя бы войны нет, хотя бы нет вот такого. А скажите, вот о какой-то войне некоторые люди говорят. С кем воевать-то мы собираемся? Ну, говорят же, что вот Украина собирается там вроде бы как с нами воевать. Это кто вам сказал? Ну, они. По телевизору это вот. Так у нас же ядерное оружие. Кто же с нами воевать-то будет? Не знаю. Восемь российских дипломатов были высланы в штаб-квартиры НАТО, плюс должности двух еще. Из них были также аннулированы. НАТО последовательно вела политику на сокращение российского военного присутствия в штаб-квартире НАТО. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Как говорит Путин, мы в рае, они сдохнут. Мы к этому сейчас идем? Что, они? Они уже сдохли. Что, к этому идти? Нет, ну, слушайте, мы не тоже в раю. Мы просто на белом коне. Возможно ли, что когда-нибудь Россия присоединится к НАТО? Почему нет?